Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Они этого добились. В Волчьих состоялся митинг недовольных состоянием местной медицины, чего требовали выступающие. Когда в Крае начнется продажа путевок в загородные лагеря, во сколько обойдется отдых и сохранится ли кэшбэк. Журналистики все возрасты покорны. Сегодня в мире отмечают День детского ТВ, а кто в Барнауле уверенно держит микрофон. Наконец-то состоялся. 5 марта жители Волчихинского района, где не так давно в больнице погиб мальчик, вышли на митинг, цель которого – изменить к лучшему медицину района. Поэтому и лозунги в руках митингующих были соответствующими. Пациенты на первом месте. Наши дети должны жить и вместе за достойную медицину. К слову, согласование митинга волчихинцы добились лишь с третьей попытки. Юлия Щепина с подробностями. Когда мы едим? Мы едим! Жители Волчихинского района в минувшие выходные провели митинг. Присутствовало около 400 человек. Напомним, смерть мальчика, умершего в центральной больнице, стала последней каплей. После жители активно просят обратить внимание властей на проблему здравоохранения в их районе. У нас гинеколог приезжает на вызов к ребенку по вопросам заболеваний. У нас стоматолога вызывают накладывать швы, потому что у нас нет хирурга. Согласовать митинг с администрацией жителям удалось только с третьей попытки. Снег изъя. Как людям стоять? Площадь не была подготовлена. Снег не был расчищен силами жителей. Села расчищали территорию возле сцены и саму сцену сбивали сосульки, чтобы никого ничем не повредило. На мой взгляд, это в очередной раз доказывает отношение администрации к народу, к проблемам. На митинге волчихинцы выдвинули ряд требований, среди которых укомплектовать штат местной ЦРБ, оснастить физиокабинеты в сельских ФАПах, проверить декларации бывшего главврача, другой документации, а также назначить главного врача ЦРБ, под руководством которого будет согласен работать персонал. На одну треть, вроде бы как, добились того, что Татьяна Федоровна смещена с должностью. Но ее сейчас заменил ее заместитель. Конечно, большинство населения этим недовольны. Я тоже отношусь к этому большинству населения, потому что я считаю, что вот то, что написано, написано, как говорится, то, что сказано языком, не вырубишь топором, а то, что написано на бумаге, тем более никуда не денешься. Прокуратура, проверив больницу, подтвердила наличие ряда нарушений, недостаточную оснащенность ЦРБ, неудовлетворительное санитарное и техническое состояние помещений, а также острую нехватку врачей. В наличии всего 47% штата. Так, из 11 терапевтов есть только 5, педиатров 2 из 5, 2 хирурга по внешнему совместительству, ни одного анестезиолога-реаниматолога из трех штатных единиц, и отсутствуют некоторые узкопрофильные специалисты. По привлечению кадров мы как занимались, так и занимаемся, работа ведется. Я уже начала обзванивать тех, которые в разное время по разным причинам уволились и сидят по домам. Это и фельдшера ФАПов есть у нас такие, и медсестры. Вот уже результат работы, что у нас медсестра вернулась буквально на прошлой неделе и теперь работает с участковым терапевтом. С доктором ведутся переговоры, которая раньше работала в острове, поэтому как бы тут работаем. И хотя штат пытаются укомплектовывать, по мнению Натальи Алехиной, принципиально с уходом главврача работа ЦРБ не изменилась. Но жители Волчихи рады, что им удалось добиться проведения митинга. По их словам, они собираются идти дальше. Но в завершении митинга в память о погибшем мальчике в небо выпустили белые шары. Юлия Щепина. День с толком. Барнаульцы вновь жалуются на работу городских автобусов. В частности, водители 77-го и 29-го маршрутов, по словам горожан, не делают должных остановок у реабилитационного центра «Журавлики». Родители и их дети зачастую с непростыми диагнозами вынуждены в любую погоду почти километр идти пешком до медучреждения. Правда, уже сегодня появилась информация, что ситуация начала меняться и проблема близка к разрешению. Передаю слово Анаре Шагировой. Ну надо, Миша. И это ребенок еще в нормальном настроении, говорит мама. Бывало и хуже. Путь к центру «Журавлики», где мальчик с аутистическим расстройством ежедневно проходит реабилитацию, порой заметно растягивается. Раньше мы вообще ложились и не шли. И что хочешь, мама, то и делай. Все-таки зима, и как бы нелегко ребенка одетого тащить, который еще сопротивляется к тому же. Поэтому всякие ситуации у нас бывают. Дело совсем не в том, что в реабилитационном центре ребенку не нравится. Наоборот, здесь Миша наряду с другими детьми с нарушениями учится общению и развивается физически. И все эти приятные впечатления перечеркивает путь сюда, в центр. Автобусы, рассказывает мама, до «Журавликов» попросту не доезжают. Ни 77-й, ни 29-й маршрут. Вот мы начинали ходить. Были морозы, до 25 градусов, плюс сырость очень большая, по ощущениям к 30. И не каждый автобус сюда заезжает. Это очень редкость большая, что тебе ответят, да, мы вас увезем. Просто некоторые абсолютно, я сказал, не повезу. Жалуйтесь, куда хотите, делайте, что хотите. Когда начинаешь просить водителей, 29-й мне даже как-то сказал, да мы вообще туда не ездим. Наглядно, 77-й и 29-й маршруты, по данным городских карт, выглядят так. При повороте с Фомина водитель должен ехать прямо. Но вместо этого высаживает пациентов реабилитационного центра на остановке санаторий и сворачивает на Лепедевского. Родителям и их детям приходится идти к «Журавликам» пешком около километра. То же самое на обратном пути. На наш запрос по проблеме в профильном комитете города ответили, что жалобы на данные маршруты уже были. Сейчас вопрос взят на контроль, предъявлены претензии перевозчика. В свою очередь, те, сообщается, приняли меры в отношении водителей, допустивших нарушения. Изменилось ли что-то, мы проверили сами. Почему водители не доезжают до нужных остановок, так и остается на практике проблемным вопросом. За 20 минут нашего ожидания автобусы снова поворачивали на Лепедевского, минуя «Журавлики». 1 апреля в Алтайском крае стартует продажа путевок в загородные лагеря. В Барнауле сегодня уже началось бронирование на летние смены. Но во сколько обойдется отдых детей, можно ли будет получить компенсацию и сохранится ли детский кэшбэк, выясняла Елена Макаренко. Наталья – мама подростка, который каждое лето на несколько недель уезжал в загородный лагерь. Но отдых в этом году пока под вопросом. До пандемийных годов это были три недели отдыха детей в лагере, а сейчас это даже не две недели, а фактически 13 дней. Стоимость путевки – 28 тысяч, минус субсидия алтайских краевых властей. То ли она будет, то ли ее не будет. 50-процентный кэшбэк, краевая либо муниципальная субсидия, благодаря этим мерам поддержки, говорят и родители, и специалисты в области детского отдыха, он стал доступным в последние годы для большинства россиян. Но в феврале этого года федеральные СМИ массово заговорили об отмене кэшбэка. Туристический кэшбэк за поездки по России, а также детский кэшбэк в привычном виде не вернутся, сообщили известием в Центре стратегических разработок. В бюджет на 2023-2025 годы средства на программу не заложены. Сама она изначально рассматривалась как временная антикризисная мера на период пандемии и начала СВО, пояснили в Минэкономразвитии. Вернут ли кэшбэк станет известно до конца марта. Сейчас этот вопрос обсуждают в Совете Федерации. Не исключено, предполагают эксперты, что программу серьезно пересмотрят, то есть сохранят меру поддержки только для определенных категорий населения, малообеспеченных семей и детей-участников СВО. Скорее всего, такие льготы будут действительно, но что касается общего распространения на все население, мы, конечно, надеемся, что он останется. Потому что это действительно хорошее подспорье и возможность для родителей оздоровить своих детей в летний период времени. Сами знаем, ситуация экономическая и политическая не совсем благоприятна, да, действительно складывается для поддержания всех вот этих социальных инициатив. При перезапуске кэшбэка эксперты не исключают снижение спроса на загородный отдых. А между тем, с сегодняшнего дня началось дистанционное бронирование на летние смены муниципальные лагеря Барнаула. Спрос у родителей на сегодняшний день, мы видим, что он есть. Звонков очень много. Поэтому то, что родители будут приобретать путевки, то, что летние смены состоятся, это да, не состоятся. В каком объеме, ну, время покажет. То есть предварительная стоимость есть в районе 27 тысяч рублей, путевка будет стоить. То есть это совершенно неподъемная цена. И я так понимаю, что сейчас говорят о том, что продажи увеличились до 47 процентов, но это все брони. То есть вот у нас в коллективе, куда ходит мой ребенок, то есть это все бронь. Не факт, что еще люди выкупят эти путевки и поедут в эти лагеря. По сравнению с прошлым годом, средняя стоимость путевки на отдых в загородном лагере возросла на 3300 рублей. Впрочем, окончательную стоимость, как и перечень льготополучателей, определят 9 марта на заседании Краевой межведомственной комиссии. Обещают сохранить краевую и муниципальные субсидии для бюджетников. Их размеры тоже утвердят. Всего в этом году в Крае будут работать 54 загородных лагеря, в том числе 7 в Барнауле. По предварительным прогнозам, они примут 18 тысяч воспитанников, в то время как в прошлом году в них отдохнуло около 70 тысяч детей. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня из Бийска в долгий рейс до Луганской народной республики отправилась в фура с гуманитарной помощью для полевых госпиталей, куда доставляют раненых бойцов с поля боя. Подробности в сюжете. 80 кубов гуманитарного груза отправят по коридору помощи в Луганскую народную республику и распределят между четырьмя военно-полевыми госпиталями. Туда, прямо с линии соприкосновения, поступают раненые бойцы. Генераторы, лекарства, постельные принадлежности. Все готово к отправке. До отъезда фуры с гуманитарной помощью, которую сформировали по поручению депутата Госдумы Александра Прокопьева, осталось пара часов. Погрузка завершается. Дольше всего мы ждали вот эти военно-медицинские рюкзаки, тактические. Это было изготовлено по нашему заказу во Владимирской области. Они существенно отличаются от обычных. И, наверное, самое правильное слово, которое можно подобрать для описания его характеристик – это слово «усиленный». Здесь есть необходимые карманы для того, чтобы расположить бинты, шприцы и даже вот карман для термолобильных препаратов. Сладкое лекарство – 200 килограммов алтайского меда привезла депутат Бийской городской думы Олеся Терышкина. И сладость – это и дофамин получит организм. Мы же все знаем, горячее питье с медом хорошо поднимает иммунитет и помогает оздоровлению организма. В условиях полевого госпиталя бойцы находятся недолго. Легко раненые, получив помощь, возвращаются в строй, а с тяжелыми ранениями переводятся на лечение за линию соприкосновения. Чтобы поддержать раненых, бейчане передали то, что все любят и что обычно приносят своим друзьям и родственникам, когда те лечатся в больнице. Это сладости. Это подарки медсанчасть, ребята с передовой, ребята лечатся, выздоравливают. И наши сладкие подарки им очень пригодятся. Весь сладкий груз, около 150 килограммов, поделили поровну на 4 госпиталя. Операторы школьного питания, колледжи, ветеранские организации, местные предприниматели Бийска. Все попросили Александра Прокопьева передать для наших бойцов в подарки. Это уже не первая фура, которую он отправляет на линию соприкосновения. Каждый раз история повторяется. Люди, которых я даже не знаю, выходят на связь, высказывают просьбу взять на борт то, чем они хотят поделиться, чем хотят поддержать наших бойцов. И это не политическая акция, это искреннее желание людей поддержать нашу армию, поддержать наших ребят. Журналисты телеканала «Толк», узнав, что в госпитале отправляются телевизоры с портом USB, закачали на флешки интересные фильмы. Надеемся, это поможет ребятам поднять боевой настрой. А впереди у фуры 4000 километров, несколько дней дороги. Наша съемочная группа тоже отправится в Луганскую Народную Республику и вскоре расскажет, как бойцы встретят посылки и весточки со своей малой родины. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. 1 марта изменились правила проезда перекрестка с кольцевым движением. В изменениях говорится, что теперь перед заездом на кольцо нужно смотреть на знаки приоритета. Однако водители, в частности барнаульские, и так на них смотрят. Тогда в чем же изменения и как сегодня нужно ездить по круговой развязке, чтобы не получить письмо счастья, узнавала наша съемочная группа. С 1 марта изменились правила проезда перекрестков с кольцевым движением. Вот, например, при въезде в кольцо мы видим знак приоритета «Уступи дорогу». Уступаем, ждем. Кольцевое пространство освободилось от машин, заезжаем на кольцо. Ничего нового. В Барнауле такая схема движения как действовала, так и будет действовать, пояснили в госавтоинспекции. Тогда в чем же новизна? По сути, ни в чем формальные правила. Всего лишь узаконили юридически, поясняют инспекторы. На всех перекрестках кольцевая проезжая часть является приоритетной по отношению к другим проезжим частям. С введением изменений в правила дорожного движения Российской Федерации организация дорожного движения на данных перекрестках меняться не будет. На сегодняшний день на кольцах Барнаула сохраняются действующие правила проезда. Подъезжая к кольцу, водители, так же, как и ранее, должны обращать внимание на знаки приоритета. Водителям нужно помнить, что с 1 марта нужно внимательно смотреть на дорожные знаки. Если знаков приоритета нет, то первыми едут те, кто на круге. Если при въезде на круг стоит знак «Главная дорога», уступать должны те, кто движется по кольцу. Последняя схема движения по кольцу характерна, к примеру, для Новосибирска, не для Барнаула. В Барнауле обустроены 5 перекрестков с кольцевым движением. Малахова-Юрина, Малахова-Антона Петрова, Малахова-Власихинская, Исаково-Телефонное, пересечения Изминогорского и Южного трактов. Соблюдают ли барнаульцы правила проезда, спрашиваем у водителей. Некоторые ответили с юмором. Мне кажется, просто надо быстрее проезжать, прям боком, боком, боком заходить в кольцо и выскакивать как можно быстрее. Чтобы не создавать пробок. Достали пробки. Ездить надо быстрее. Ездят очень медленно, надо быстрее ездить. А вообще схема проезда по кольцу, она понятна? Схема проезда стала та же принципиально. Кто быстрее проскочит, тот и молодец. Есть вообще какие-то сложности проезда по кольцу? Нету. Подъезжаете к кольцу и как едете? Уезжаем на правую полосу и пошли. И съезжаем по крайней правой полосе. Правда, некоторые автоэксперты в очередной раз призывают к бдительности на кольцевых развязках. Проезжать их нужно не торопясь, едва ли не пешком, чтобы в случае аварийной ситуации успеть вовремя среагировать. Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком. Мы делаем журналистов. Сегодня в мире отмечается День детского телевидения и радиовещания. Наш телепроект «Дети большого толка» – единственная в крае познавательная программа, в которой сюжеты снимают сами дети. Много ли желающих стать настоящими журналистами и у кого это уже получилось, расскажем в нашем сюжете. Поехали. День детского телевидения. Это время узнать, на каких планетах красное небо и синий закат. Почему все снежинки разные и как фестиваль «Такс» прошел в нашем городе. Яркие сюжеты, интересные факты и путешествия. Весь мир от Барнаула Алтайского края до просторов космоса. В каждой программе «Дети большого толка» участвуют более 50 ребят. Это не только дети-журналисты и телеведущие, но и юные спортсмены, танцоры и участники фестивалей. Тему сюжетов дети находят сами, составляют тексты, озвучивают и работают в кадре. Мы знакомим детей с высокими образцами науки, культуры и спорта. И это ее цель. Но еще одна цель, как бы побочная, это само воспитание юных журналистов. Когда они встречаются с живыми людьми, когда они слышат то, что те рассказывают, говорят, они очень многое перенимают. Например, однажды мы снимали «Гончара», и он говорит, что он закончил высшую школу экономики. Дети ему говорят, ну почему же вы тогда стали лепить горшки? И он сказал, я всегда хотел, чтобы моя работа никому не приносила зла. И это было так трогательно, так здорово, что все захлопали. Еще одна необычная особенность программы – она наполовину мультипликационная. После съемок идет долгий процесс обработки и дорисовки, чтобы интересные факты стали более яркими и понятными зрителю. Больше 10 часов это связано с тем, что каждая облачка, каждая ракета, она идет отдельным слоем, и это все нужно санимировать, показать, разукрасить в нужных тонах, чтобы эта картинка была более яркой и сочной. Для многих участников журналистика становится выбором профессии. Например, выпускник проекта, десятиклассник Ваня Христолюбов получил удостоверение от Лиги юных журналистов России и трудится в газете сами. Сегодня выйдет новый номер, и там будет его статья о телепроекте «Дети большого толка», конечно. А еще придает эмоции, и здесь только телевидение может справиться со всем их спектром, отразить не только слова, но и интонацию, искренний смех и блеск в глазах. Юным журналистам остается пожелать только хороших новостей и интересных тем, а зрителям программы смотреть добрые познавательные сюжеты «Детей большого толка». Елена Кузовкина, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова